спонсор этого интервью проект dash электронные деньги простыми словами здравствуйте мы находимся на конференции la bitcoin в 2015 в мексике и ко мне присоединился эван дайфилд ведущий разработчик dash по рыночной капитализации dash занимает сейчас пятое место среди криптовалют как у вас дела все великолепно сама конференция очень впечатляющая отлично здесь на конференции много всего происходит и от dash тоже ожидается большой анонс но прежде чем мы подойдем к обсуждению анонса dash эволюции я хотел бы спросить вас об одной из последних инноваций которая появилась в dash а именно модели децентрализованного управления не могли бы вы объяснить как она функционирует как происходит процесс голосования как работает сама система поощрений да конечно по сути модель управления строится на базе второго уровня нашей сети и я думаю стоит начать издалека и немного рассказать об этих уровнях сети инфраструктуре dash и как все это работает итак у нас сети дальше есть полные ноды с денежным обеспечением это обычные полные ноды сети но они связаны с адресом на котором размещена 1000 dash в качестве обеспечения и этот адрес на самом деле выступает их идентификатором сети на основе этой особенности мы можем реализовать интересные вещи мы можем проверить идентификаторы всех этих нод через блокчейн какие залоги закреплены за конкретными узлами сети а значит становится возможным создать например защищенную сеть коммуникации и можно реализовать в сети защищенное голосование вы собираете участников сообщества вместе большую группу всех владельцев тысяч нод и можете задавать им вопросы на разные темы например стоит ли нам сделать это или лучше то а также важно то что это выступает еще и защита от сибил атаки если вы захотите попробовать атаковать сеть каким-либо образом то вам придется купить тысячу dash чтобы иметь право голоса это довольно значительная сумма денег что касается модели управления я думаю что я смогу объяснить но в крайнем случае вы меня поправите говоря по миссии предопределенные инфляции dash часть ее направляется на финансирование проектов которые получили одобрение в ходе голосования сообщества если набирается нужное количество голосов если люди поддерживают какую-то идею то деньги на нее идут в код это могут быть затраты на маркетинг юридическое сопровождение особые направления разработки которые позволят развивать технологию и сеть все это происходит децентрализованно в рамках самой сети dash чтобы не нуждаться финансирование от организаций которые связаны с правительством или со всякими большими компаниями правильно это очень существенное улучшение как процесс голосования работает сейчас по сути мы обеспечиваем себе то что я называю децентрализованным суверенитетом по мере роста проекта мы хотим оставаться децентрализованной организацией и как криптовалюта dash хочет сохранить свою независимость и не попасть под контроль какой-либо из существующих сил поэтому свою независимость нужно постоянно оберегать чтобы проект не сбился с пути под внешним воздействием вы понимаете и поэтому мы тщательно продумываем эту систему чтобы она могла адаптироваться к текущему положению и к изменениям в расстановке сил наша система управления не вызывает инфляции в даш в частности это касается системы финансирования так как на нее выделяется фиксированная часть награды новых блоков и эту часть децентрализованный бюджет никак нельзя превысить каждый месяц у нас есть только 10 процентов от награды за блоки которые можно потратить если эти средства не используют полностью то остаток сгорает то есть эти монеты просто никогда не создадутся так что на самом деле это дефляционный аспект валюты чтобы распределить средства на развитие требуется ограниченное количество голосов например должны проголосовать 20 процентов всех участников сети или типа того а если проект не наберет поддержку то не получает финансирование по сути все работает вот так в сети есть много разных предложений предположим что их 10 и сеть ранжирует их все по количеству голосов поддержки которые они получили поэтому первым идет предложение скажем с поддержкой 80 процентов голосов значит это предложение точно получит финансирование затем идет предложение 70 процентами далее 65 и так далее и все они вносятся в общий бюджет до тех пор пока мы не достигнем состояния когда все деньги бюджета будут распределены в этот момент мы останавливаем финансирование последующих проектов вот так это работает ясно то есть это предсказуемый тип инфляции и обесценивание не происходит так как все работает под четким правилам давайте поговорим о некоторых идеях которые вы собираетесь осветить на этой конференции это интервью не будет опубликовано раньше времени итак первое это децентрализованные опыли и мне не совсем понятно что это такое я полагаю это интерфейс через который клиенты могут связываться с сетью использовать технологию может вы расскажете немного подробнее об этом конечно концепция двухуровневой поддержки сети dash состоит в том что есть второй уровень который основывается на залогах на него приходится около 40 процентов всех денег поэтому система защищена от сибилл атаки и опираясь на этот второй уровень можно голосовать можно управлять системой можно финансировать проекты и затем в игру вступает все те новые идеи которые мы создаем мы можем сделать столько всего нового что пока даже сложно представить и одна из идей это децентрализованный api если говорить простыми словами то мы хотим создать мобильный интерфейс через который вы сможете общаться с сетью он работает аналогично централизованному api но при отсутствии централизации в сети идут процессы которые являются групповыми действиями и когда вы отправляете запрос к децентрализованной api он фактически выполняется одновременно на семи серверах которые детермировано назначаются на основе хэша поэтому здесь невозможно как-то обмануть систему они все выполняют одинаковую задачу они получают одинаковый результат и подписывают его своими привычными ключами нам возвращается результаты семь подписей поэтому сразу становится известно если что-либо пошло не так как должно на основе этого мы можем реализовать действительно классные вещи так как у нас есть второй уровень можно создать хранилище на сервере каждой индивидуальной ноды на втором уровне сети dash и вот мы уже имеем порядка 40 терабайт распределенного дискового пространства и там мы можем хранить данные вроде списков друзей истории транзакций и подобные вещи которые будут зашифрованы вы сможете зайти в свою учетную запись просто с помощью имени пользователя и пароля запросить информацию у сети вроде привет кто в списке моих друзей получить свои личные данные расшифровать их и сразу оказаться в курсе всех дел и теперь вы сможете посылать деньги друзьям просто по их имени ведь если мы с вами были друзьями в сети dash мы могли бы обменяться ключами шифрования вы бы знали мои следующие пять открытых ключей я бы знал ваши пять ключей и могли бы отправлять друг другу деньги по имени я бы использовал один из ключей и вы бы мне прислали еще один новый и все в таком же духе таким образом и будет работать следующее поколение нашей сети лично я думаю что это значительное упрощение в процессе использования криптовалюты я работал точнее получал оплату биткоинами в течение двух лет и постоянно был вынужден обновлять приватный ключ и публичный адрес и тому подобное и когда кто-либо узнает ваш публичный ключ то ради сохранения приватности его нужно обновлять на новый но нет никакого автоматизированного способа поделиться списком своих публичных ключей и поэтому ваша система идентификации восхитительно здорово вы говорите о списках друзей и кажется есть некий тренд которого придерживается dash есть много компаний которые присматриваются к своего рода коммерческому использованию социальных связей и тут мы видим по сути социальную сеть с внедренной финансовой технологией которая как будто специально создана для использования биткоин и блокчейн технологий таких как dash расскажите нам про свое видение этого итак когда у вас появляется встроенный список друзей у вас появляются и те же возможности которым вы привыкли в paypal например у вас есть контакты и вы можете отправлять деньги по имейл и тому подобное все это можно будет сделать и в нашей сети после реализации задуманного и тогда скажем я приглашу 10 своих ближайших друзей а затем и они аналогично пригласят 10 своих друзей и в результате все это превратится в денежную социальную сеть и каждый будет просто связан со своими друзьями мне представляется что поначалу сеть будет использоваться для задач типа возвращения долга продажи дивана и подобных вещей в подобной системе делать это будет действительно легко это своего рода социальная сеть вы рассматриваете интеграцию этой технологии в существующие социальные сети или может хотите создать собственную как вы собираетесь реализовывать свой план у нас нет планов по реализации этого в том виде как работают сервисы пожертвований такие как ченч тип и подобные где вы можете денежно благодарить людей в интернете там они предполагают раскрытие личности получателя чтобы ему можно было отправить деньги это иная социальная модель а наша же идея заключается в том чтобы упростить использование системы позволив вам находить друзей по нику или электронной почте если они этого хотят если же они захотят оставаться инкогнито то так оно и будет поэтому у нас обеспечивается нужный уровень приватности но упрощение заключается также и в том что вам не нужно будет запоминать и хранить все эти ключи шифрования и я думаю что система будет настолько проста в использовании что это привлечет обычных людей которые вообще не имели никакого опыта в использовании криптовалют в этом и заключается наша основная идея да я думаю что переход к системе идентификации это значительный шаг к упрощению хотя идентификация это не тривиальная задача это как с доменными именами то есть идентификаторы можно сравнить с доменными именами тут важно соблюдать правильный баланс у неймкоин недавно были с этим проблемы вроде даже в прессе прошел негатив я не особенно следил за этим но вроде как одна из проблем заключалась в том что когда вы покупали домен неймкоин он закреплялся за вами навсегда и я полагаю люди зарезервировали большую часть красивых доменов что вы думаете о дефиците идентификаторов с которой они столкнулись то есть если я займу имя Эван Дайфилд оно станет недоступным другим ну и подобные сопутствующие вопросы наш текущий план состоит в том чтобы реализовать систему в которую можно зайти по обычному логину и создать свой аккаунт затем вы пополняете его деньгами и на этом процесс завершен теперь за вами закреплен ваш идентификатор а дальше возможно варианты например можно сделать так что если вы выведите все деньги из сети Dash и не будете использовать этот аккаунт через определенное время он снова станет доступен для регистрации ведь мы храним эти идентификаторы просто в определенной базе данных это не блокчейн в классическом смысле а значит данные можно при необходимости удалять система может признавать устаревшими те аккаунты которыми никто не пользуется отлично итак мы говорим о децентрализованном хранилище это обширная тема многим людям нравятся такие проекты как StorageJ MadeSafe станет ли Dash тоже децентрализованным хранилищем? я бы сказал что нет идея здесь больше заключается в том чтобы хранить только метаданные пользователей Dash и некоторую личную информацию которую они хотят держать в зашифрованном виде в нашей сети и суть заключается в том что я могу зайти через мое андроид устройство а затем прийти домой и зайти в аккаунт уже через браузер используя те же имя пользователя и пароль и мой аккаунт Dash на обеих устройствах будет синхронизирован как если бы я добавил друга на телефоне и он автоматически появился бы у меня на компьютере поэтому мы тут избавляемся от лишних сложностей не нужно переносить кошелек отсюда и туда и тому подобное все работает автоматически это походит на децентрализованную систему но ей не является файлы дробятся, шифруются создается необходимая избыточность затем они попадают в хранилище на мастер нодах то есть все хранится на серверах мастер нод которые обеспечивают систему дисковым пространством в моем понимании примерно это же пытаются реализовать сторейджей и made safe они стремятся создать децентрализованное хранилище видите ли веб какие-либо преграды которые помешают развитию Dash в направлении создания децентрализованного интернета децентрализованного хостинга децентрализованного хранилища технологию можно было бы использовать и таким образом я предвижу что кто-нибудь сделает свой форк проекта Dash и пойдет в том направлении составив конкуренцию сторейджей и подобным решением но я не считаю что это правильный путь для Dash как валюты у нас уже много вариантов использование этой технологии применительно к финансам со списками друзей API и так далее Dash Drive это другая история и я не думаю что нам стоит хранить беспорядочные данные у себя в сети существуют данные которые особенно важны для людей это как личные данные на телефонах они очень важны именно для конкретных людей это например такая информация которую они хранят о своих платежных операциях и подобные личные вещи то есть речь не про обычный файл который хочется сохранить в сети итак доступ к этим возможностям предполагает взаимодействие с вашей технологией через децентрализованный API давайте поговорим об управлении ресурсами этого API вы упоминали о возможностях предотвращения мошеннических действий при том что любой может взаимодействовать с API даже не имея при этом мастер ноды или полные ноды какие требования существуют для отправки запросов к API и для передачи в сеть информации это очень интересный вопрос здесь работает полноценная модель безопасности все сводится к тому что вы имеете идентификатор в сети это ваше имя пользователя которое соотносится с 64 битным числом являющимся вашим настоящим идентификатором и вы можете использовать то что мы называем ослепленными ключами скрывающими реальный идентификатор когда вы ведете какую-либо активность в сети это порождает задержки ответов на сетевые запросы и так как именно мастер ноды фактически обрабатывают все эти команды мы можем определить среднее количество потраченного времени и затем соотнести их с аккаунтом соответствующего пользователя поэтому всеми аккаунтами Dash можно будет пользоваться без комиссии но только для определенного предела мы предполагаем нахождение 90% пользователей в этой освобожденной от комиссии зоне и тогда возмещать расходы за массовые платежи должны будут только те 10% кто их и создает то есть если вы делаете очень много транзакций то вы будете оплачивать комиссию компенсируя сети их обработку а все остальные будут пользоваться Dash вообще без комиссий это работает потому что двухуровневая сеть Dash является поощряемой таким образом мы перегладываем затраты по поддерживанию системы именно на тех пользователей которые сеть нагружает фактически это впечатляет предоставить 90% пользователей бесплатный доступ одна из тех стратегий которые очень хорошо работают для многих компаний например WhatsApp один из крупнейших мессенджеров и сервисов IP-телефонии они просто сделали сервис бесплатным для всех и только через год начинают брать небольшую плату это сработало популярность зашкаливает давайте немного поговорим об анонимности так как Dash знаменит прежде всего этим защита приватности пользователей это один из ключевых элементов Dash и это очень востребовано насколько система идентификации и процедура взаимодействия с ней соответствует вопросам конфиденциальности и ожиданиям борцов за права человека да и обычных пользователей биткоин да в нашей сети обеспечивается приватность и мы высоко ее ценим весомый аргумент в пользу приватности денежные единицы должны быть взаимозаменяемыми мы не хотим чтобы за нашими пользователями шпионили поэтому при разработке валюты мы прибегли к разграничению мы отделили идентификаторы пользователей от платежей которые они совершают в нашей сети поэтому когда платежи записываются в блокчейн между ними и пользователями нет никакой связи и сама сеть не может следить за вами когда вы подключаетесь к сети вы фактически соединяетесь только с несколькими серверами в вашем подключении участвуют лишь от 7 до 15 узлов и каждый раз подключаясь к сети Dash вы оказываетесь в случайных кворумах сети таким образом ваши следы оказываются размыты по всей сети Dash узлы которые раскиданы по всем уголкам планеты и никто не сможет узнать что вы делали так пользователи получают приватность но при этом сеть остается защищенной от возможных манипуляций ведь все ваши операции в итоге проходят под единым идентификатором который вы используете во время всех сетей связи вы упомянули понятие кворум насколько я понимаю это случайным способом отобранная группа серверов которые будут обслуживать запросы API и другие процессы давайте поговорим о кворумах если рассмотреть биткоин и его доказательства выполненной работы то можно создать генератор случайных чисел и привязать его работу к proof of work то есть к найденным блокам тогда если каждый участник сети действует по стандартному алгоритму все они получат одинаковое число из этого генератора случайных чисел так как на самом деле числа предопределенные но их последовательность обеспечивает мощную защиту затем нужно взять список всех мастернод и отсортировать их по хэшу доказательства выполненной работы с помощью этого метода рандомизации и затем мы берем из отсортированного списка мастерноды под номерами с 1 по 10 и получаем первый кворум затем с 11 по 20 следующий кворум и так далее мы получаем защищенные группы мастернод состав которых никто не сможет предугадать и подделать мастерноды каждой группы выполняют совместное задание и затем возвращают результаты пользователю подписав их своими хэшами давайте немного поговорим о масштабируемости прямо сейчас когда мы ведем беседу в Гонконге проходит конференция и на ней обсуждают масштабируемость биткоин и то как преодолеть фундаментальные ограничения в технологии блокчейна с которыми я думаю все же предстоит столкнуться есть организации которые утверждают что они вероятно имеют решение проблемы как вы на это смотрите с позиции Dash? я думаю что применяемая нами структура поощрений отлично подходит системе которая должна масштабироваться на очень большое число пользователей дело в том что когда вы отдаете часть поощрения новых блоков на поддержку инфраструктуры этим вы создаете рынок и этот рынок обеспечивает равновесие на втором уровне сети рынок сам определяет сколько серверов он может содержать при текущем состоянии валюты и получается что по мере роста валюты увеличивается и этот рынок новые пользователи приносят в экосистему дополнительные деньги и часть их достается рынку инфраструктуры в результате увеличивается количество серверов или увеличиваются их параметры это саморегулируемое решение для масштабируемости и мы доказали что это работает я думаю что проект дашь стоит взять за образец как пример двухуровневой стратегии при решении проблемы масштабируемости биткоин и я считаю что если бы они реализовали вариант этой технологии ограничение на размер блока и масштабировать систему и это бы сработало действительно хорошо насколько я понимаю есть три основных лагеря противников по вопросу размера блоков правильно одни выступают за маленькие блоки за то чтобы оставить биткоин в качестве глобального уровня для основных транзакций другие отстаивают большие блоки и считают что надо записывать все транзакции и есть еще группа людей посередине о которых редко упоминают и их обсуждают мне кажется идею впервые озвучил Джастус Ранвье он говорит о создании своего рода свободного рынка в пределах блокчейна то есть размер блока и диапазон комиссий все это должно определяться свободным рынком и не каким либо видом регулирования сверху вниз где кто либо диктует каким должен быть размер блока рынок сам должен решать эти вопросы чью сторону вы бы заняли в этих спорах я думаю что споры по поводу размера блока действительно интересны и я бы склонялся в сторону того лагеря что выступает против увеличения прямо сейчас так как проблема с количеством полных нот не решена сегодня я уверен я изучал вопросы в течение нескольких месяцев и смотрел есть ли обратная зависимость между средними объемами транзакций и числом полных нот биткоина и то что я выяснил я сделал статистическое моделирование которое показало наличие корреляции то есть когда вы изменяете одно из этих чисел вы неизбежно влияете на другое поэтому если вы увеличиваете размер блока то это ведет к соответствующему роста трафика в сети а рост трафика приводит к снижению числа полных нот поэтому я думаю что определенно нужно искать решение этой проблемы и решением могло бы стать что-то подобное тому что мы реализовали в Dash нужен некий вид рынка который на постоянной основе возмещал бы людям затраты отлично давайте теперь коснемся вопросов присланных нам через фейсбук Патрик Вейт спрашивает сравните сайдчейны биткоин с Dash как вы относитесь к сайдчейнам и потенциальному клонированию Dash с их помощью по аналогии с предстоящим возможным клонированием эфириума да, ситуация с сайдчейнами действительно довольно интересная клон эфириума это хорошо проработанная идея на мой взгляд и рутсток интересен еще тем что он поддерживается одним из ведущих разработчиков биткоин что также большой плюс поэтому мне будет интересно посмотреть на то что у них получится в результате ведь результат может отличаться от самого эфириума что касается сайдчейнов и Dash, то сложно воспроизвести Dash потому что вам понадобится полноценный блокчейн отделенный от самого биткоин причем имеющий собственную денежную ценность ведь необходимо поощрять людей за поддерживание работы нот нужно компенсировать их затраты, так ведь? поэтому я не представляю как реализовать Dash на базе сайдчейнов являющихся частью сети биткоин и не несущих собственной ценности а просто выступающих побочным токеном интересное мнение я написал статью о принципах работы Dash и о вашей системе управления для CoinTelegraph а также общался с людьми как из эфириума, так и из рутсток кажется и с вами мы эту тему уже обсуждали речь про то, что люди из рутсток начинают размышлять о возможности внедрения чего-то похожего на систему управления Dash что вы думаете о возможности осуществления этого? какие вообще мысли на этот счет? у них очень интересный подход и они рассматривают разные решения за последние несколько дней мы пообщались с ними о реализации чего-то похожего на наше решение но совершенно другим путем и будет интересно посмотреть на то, к чему они придут в итоге Кристоф Атлас спрашивает отслеживает ли Эван ситуацию с приватностью в сети биткоин и что он думает о развитии этой темы за последние пару лет? интересный вопрос прогресс в биткоин, скажем так, всегда идет не быстро и особенно это касается приватности это щекотливая тема для биткоин сообщества но я думаю, что сейчас главное для них это проблема масштабируемости это основная проблема биткоин на данный момент потому что они уже достигли лимита то есть слишком часто блоки заполняются полностью и это уже сильно поджимает взаимозаменяемостью можно заниматься тогда, когда будет решен вопрос с масштабируемостью тем не менее, проблема приватности тоже существует и она не решена в продолжении предыдущего вопроса существует ряд компаний, которые занимаются аналитикой блокчейна биткоин вы знаете что-нибудь о методиках, которые они используют? есть ли у вас опасения, что они смогут применить их и для слежки и за Dash? меня больше волнует то, что они следят за экосистемой биткоин потому что его блокчейн уязвим намного больше, чем наш в Dash монеты случайным образом анонимизированы и наблюдатели не смогут преодолеть этот рубеж поэтому глубокой слежки реализовать не выйдет если вы идентифицируете кого-либо, вы сможете отследить лишь малую часть истории его транзакций в сети же биткоин, если вы выследили несколько ключевых точек, то вы сможете воссоздать действие человека который он совершал даже несколько месяцев назад и это может стать проблемой некоторые из этих компаний используют статистические методы в то время как другие применяют действительно продвинутые алгоритмы и я полагаю, что они смогут собрать довольно подробную базу данных стараясь выявить и отследить личности пользователей биткоина а затем начнут их продавать именно от этого мы и хотим защитить своих пользователей должна стать товаром и продаваться или передаваться кому-либо я должен сказать, что согласен с этим, но я журналист и у меня не должно быть своего мнения продолжим Рубен спрашивает назовите три ваших любимых криптовалюты и поясните свой выбор я бы сказал, что это PrimeCoin, Quark и LiteCoin и на это есть свои причины у PrimeCoin я почерпнул идею алгоритма подстройки сложности мой алгоритм работал тоже неплохо, но их был чуть получше по крайней мере одну идею я взял у них Quark я выбрал из-за его идеи связывания нескольких алгоритмов при хэшировании эту идею и позаимствовал у них и LiteCoin, потому что это тот форк, с которого начался проект Dash эти три валюты помогли мне запустить проект Dash Отлично Известна ли уже конкретная дата реализации Dash-эволюции и на каком этапе разработки вы сейчас находитесь? На этот раз мы собираемся опробовать совершенно новый подход к разработке который ранее вряд ли кто использовал У нас нет четкого плана есть очень структурированная идея по поводу того, как все должно в итоге работать и сейчас мы хотим объединить свои усилия с сообществом собираемся открыть исходники со всеми документами и создать вместе с активными членами сообщества то, что мы реально хотим получить это по своей сути будет огромная конференция с участием тысяч людей с целью найти путь, лучший путь, который устроит большинство из нас ведь мы не хотим создавать то, что люди не станут использовать правильно поэтому мы хотим, чтобы большинство пользователей были довольны это первичная цель а что касается ожидаемой даты запуска то примерно два месяца мы планируем готовить прототип а что-то более конкретное появится в течение следующих 12-18 месяцев это совершенно точно займет немало времени так как сам проект очень-очень масштабный каково вам быть в центре или довольно близко к центру того, что можно назвать неким кибернетическим организмом? он отличается от внешних проектов, у которых есть финансирование и управление происходит централизованно мне кажется, что Dash это лучший пример так называемой децентрализованной автономной организации он имеет внутренний механизм финансирования, базирующийся на ценности собственных монет каково это быть частью такого децентрализованного сообщества и такого быстро развивающегося проекта? это довольно интересно, скучать здесь не приходится я имею в виду, что вещи, которыми мы занимаемся, действительно захватывающие реализация одной лишь системы децентрализованного голосования, финансирования и управления и наблюдения за тем, как все это используется сообществом, вызывает абсолютный восторг и затем сообщество начинает аккумулировать массу новых интересных идей на мой взгляд, в целом это напоминает некий гигантский организм и я определенно соглашусь, что мы первая децентрализованная автономная организация потому что Dash полностью финансирует себя самостоятельно это означает, что Dash выживет, даже если мы все покинем проект мы устранили проблему основателей, которая очень критична у криптопроектов существуют основатели, которые получают дешевые монеты на старте они работают замотивированные этим, но у второй волны последователей, третьей и так далее этого стимула нет кто, например, в дальнейшем будет делать действительно трудоемкую и сложную работу по развитию ядра биткоин вы по сути отдаете людям проект и объявляете если вы не справитесь, то загубите миллиарды долларов инфраструктуры вперед, желаем удачи, и кто им за это заплатит? эту проблему решить сложно и я думаю, что мы в Dash нашли хорошее решение все это очень вдохновляет и я воодушевлен тем, как все это развивается вы бы хотели еще что-нибудь добавить? или чем-то поделиться с аудиторией? да мы открываем исходники Dash Эволюции они становятся доступны для обсуждения направления нашего развития, приоритетов и так далее поэтому я приглашаю всех принять участие и высказывать свои мысли, суждения, предложить улучшения и так далее чтобы мы смогли сделать все в самом лучшем виде и я приглашаю всех посетить сайт dashevolution.com и посмотреть документацию, то на чем мы работаем и принять участие присоединиться к нашей работе отлично, большое спасибо 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 спасибо